Есть Росельхознадзор, который, естественно, примет самые жесткие меры, которые у них предоставлены. Александр Соломонович. Я-то считаю, что в данном случае надо ставить вопрос о закрытии этого пункта питания. Александр Соломонович. Не первый раз приключено. Не первый, но давно не были. Давно не были, ситуация не меняется к лучшему. Потому что надо кардинальные меры. На мой взгляд, этой такой меры должно быть закрытие вообще, в принципе, этого привоза. У нас сегодня есть по, действительно, указанию губернатора построены два рынка. Рынок на Топольчанской и рынок на Комсомольской. И надо там именно делать цивилизованные, современнейшие рынки со всеми, значит, выкладывающими устройствами и так далее. Там должно быть вот это все складироваться и оттуда развозиться на маленьких машинах, на газелях по городу. А не так, что в центр города заходят грузовые, большие машины, уродуют наши улицы. Надо все делать так, как весь телевизионный мир работает. По-другому нельзя. Поэтому этот привоз просто, в принципе, надо закрывать. Александр Соломонович. Ровно полгода назад, точнее, не полгода, а зимой, сюда уже заходили сотрудники УФССП, как говорится, приставы, и они опечатывали данные кафе. Результат налицо, да? То есть на них не действуют никакие? К сожалению, каким-то образом все обратно просачивается, эти люди опять открываются, опять в том же самом виде. Значит, меры воздействия были приняты неэффективно, значит, что-то не срабатывало. Я говорю, тут надо принимать кардинальное решение. Оно связано с ним, надо его просто закрыть. О, о, скажи, просто туда не идут. И у нас нет проблем сегодня в городе Саратове. Но я говорю, два современнейшего рынка по указанию губернатора было построено. Два современнейшего рынка. Их просто надо туда пойти, посетить, посмотреть, вы увидите, какая огромная там территория. Я ничего нового не придумываю. Это все отработано в любом цивилизованном государстве, в ряде наших, так сказать, субъектов российской цивилизации. Нам в Саратове надо навести здесь тоже порядок. А вот как отнесутся местные жители, которые уже привыкли сюда ходить уже из года в год? Вы понимаете, в чем дело? Мы иногда вот прикрываемся, так сказать, что это интересные жители. Интересные жители купить качественную продукцию, значит, в нормальных санитарных условиях, чтобы это все было. И возможности такие, сегодня у них предоставлено, у нас в этих рынках вокруг море. У нас рынок на бывшем станковозаводе, на Рахово, да, и Московском. У нас Синой рынок рядом. Тут ничего, наши люди не пострадают. Не пострадают. Я же не говорю, пусть строят цивилизованный рынок. Пусть построят такой же, как у нас есть в двух районах. Но ходить сюда фурами машины не должны. Но не должны в центре города огромные фуры с тем, чтобы сюда приходили, разрушались. Есть вот в двух разных концах нашего города, в заводском районе, в Ленинске, прекрасные рынки. Они должны служить именно этому. Для этого и губернатор ставил эту задачу. Эту задачу мы общими силами с властью решим. Продолжение следует...